привет друзья вы смотрите канал около музона сегодня звук на видео будет немножко тише потому что у видео которое мы будем смотреть там очень тихий звук и я реально вот делаю все максимально чтобы было комфортно смотреть потому что я сам смотрю реакции и мне очень не нравится когда разный уровень громкости у того кто реагирует и у того на кого реагирует вот и поэтому лучше чтобы было видео потише но был баланс вот то есть друзья я реально стараюсь чтобы максимально комфортно вам было воспринимать информацию вообще смотреть мои видео кто это ценит ставьте лайки ну поехали первое что я хочу сказать я почитал комментарии к вчерашнему видео про александра блинова и понял что конечно большинству людей хочется я знаю я понимаю так мозг работает то есть хочется чтобы я принимал какую-то чью-то сторону то есть все пытаются понять сейчас данный момент за кого я за фреда за опарина за блинова за моисея великанова за пеннивайса там за кого еще как сказал известнейший великий я считаю журналист владимир познер он сказал что журналист особенно политически он должен так себя вести и тогда делать интервью что люди не должны понимать за кого он голосует вот мне эта фраза очень близка очень понравилась и поэтому я примерно делаю то же самое то есть не ждите от меня что я займу чью-то сторону я не займу чью-то сторону я стараюсь объективно по фактам точнее не объективно ладно субъективно потому что все таки я я человек говорить свое мнение если мне что-то не нравится конечно много факторов влияет и когда я пересмотрел когда мне написали ну все ты там типа за блинова то да все я пересмотрел видео вот и да бывает иногда такое что действительно ты как бы более симпатичен тебе человек вот прям почему я на сторону блинова больше становлюсь да именно по той причине я просто сидел и думал почему так вот действительно можно было бы за третий пункт его конкретно хейтить то есть третий пункт у блинова действительно странный каких-то девочек привести причем я вот так еще подумал что сейчас приведешь каких-то проституток да то есть закажешь они будут с кислыми рожами так стоять отрабатывать эти деньги там по 500 рублей заплатят там по 1000 и они будут такие стоять да то есть как это странные требования реально странные то есть просто хочу чтобы были девочки ну да это это я соглашусь это странно но почему все таки все равно несмотря на это мне александр блинов гораздо ближе чем всякие там вот чем допустим михаил попов который вызвал бат потому что он сидит на своем канале и делает контент а на него нападают то есть это не он вызвал на баттл в этом главная причина что его и то есть как бы если бы он там всех вызывал на баттл то да я бы на его наверное стороне не был с такими условиями но тут как бы человека просто вот типа он сидит никого не трогать ну там он обсуждает там гитаристов игру это ему подписчики скидывают на стримах он смотрит и говорит свое мнение на своих стримах никому не лезет никуда и тут появляется какой-то человек но он им по сути и такой давай баттлить вызывайте а чё засал то есть это просто вот по этой причине как бы мне ближе и фред гитарист то же самое он сидит там ведет свой блог свои уроки что-то делает учит рифом там неважно как хотите это называть а на него все ты ни разу на сцене не выступал ты ни разу это как как с чего он должен вам что-то вообще доказывать вот понимаете в этом и прикол ну ладно давайте сегодня видео мы посмотрим наконец-то мы дождались я дождался весь день ждал он выпустил два видоса не скит ответ на комментарии я послушал но вот михаил попов что-то вообще-то не связаны с этим вызовом на баттл я думаю неужели он не снимет и вот он снял и я сразу же пилю для вас видео короче называется блинов вызов при вызов принят ждем давайте посмотрим очень интересно так поехали александр приветствую посмотрел твое видео ну а теперь погнали по пунктам мне конечно не будет такой подачи как у тебя такая прям суровая пацанская вообще за жизнь гуманную за кашу ману пацанчик с района вообще по фене бота и даже наверняка вот мне уже так как бы стыдновато говорить уже старенький и плюс меня еще дети смотрят и мои же и еще и ученики мы их родители поэтому материться я тоже постараюсь поменьше потому что ну не хочу себе херить бизнес поэтому буду стараться если кого и посылать на в какую-нибудь женскую половую пизду то очень-очень редко погнали ну во первых я сказал что буду поменьше и сразу же заматерился нормально чё вообще хз с кем ты там кусался и кто тебя там занозил на твоем стриме кому ты чё отвечал кто тебя там оскорблял потому что в этот момент я стопудово спал стримы у вас но почти у всех гитаристов ютюба российских происходит плюс-минус в одно и то же время по москве а у нас в владивостоке в этот момент уже ночь глубокая и мне бы как отцу твоих детей бы просто лишние полчаса поспать чем делать там тебе 10 аккаунтов каких-то левых и с них тебе говно там писать я тебе лучше вот так вот все отвечу а насчет обращений твоих не понял то есть вот эти вот вырезки у пеннивайса и вообще со стримов это что это не он типа писал то есть не он там говорил что типа давай забаттлимся реально там чего-то по поводу кинг оф металл вообще не понимаю про что ты реально напишите в комментариях что-то это я не понял тему хз но догадываюсь что это вот вы опять со своим наставником играете в гитарных брежневых и вешаете друг другу эти награды и ордена там усейн был по таймингу виртуоз по рифам сейчас вот там king of metal и типа король металла ну это же прикол но это понят очевидный прикол то есть как бы я не знаю ну ладно ты решил этот прикол типа ты не понял что это прикол и типа решил как бы свой прикол сейчас сказать окей предлагаю там рассмотреть ну там из пальца высосу сейчас там иисус по квинтам и там император кончиков по видеоблога там придумайте вас фантазия бурная погнали дальше насчет пятидесяти тысяч ну ты король аськи вспомнил серьезно то есть угораешь да наверное или все-таки серьезно на эти деньги лучше у себя на даче воду проведу колодец или там бабушки какой-нибудь у церкви если сильно разбогатею просто так там или там бичам где мне быть чтобы они выпили за здоровье самого кончика но это это будет полезней по большому счету какие 50 тысяч садян ну ты кто не в плане слышь ты кто братан а ну вот в музыкальном мире ты это все это просто полная дичь это классика жанра классика жанра непонимания к просто классический хейтер вот эта тема ты кто ты кто а ты кто чтобы тебе что-то доказывать ты кто чтобы он вышел тебе и показывал свою игру что-то там куда-то ехал 50 тысяч это супер лояльный прайс фред сказал 500 и я просто поддерживаю полностью 50 тысяч это я не знаю это это просто это супер я не знаю 50 тысяч это вот кто за ведущий на свадьбу в москве зарабатывает больше чем 50 тысяч за вечер ведущий на свадьбу которого никто не знает ни медийная личность ничего это супер лояльный прайс и типа а ты кто а что такой гонорар а ты чё он тебе ты его вызываешь на battle и он тебе говорит хочешь battle со мной давай 50 тысяч и это не 100 миллионов не 10 квартир в москве это 50 тысяч это меньше зарплаты среднего ведущего свадеб в москве а так как я на свадьбах работаю я знаю сколько там кит порядок цен вот то есть ты чё хочешь сказать что 50 тысяч это большой очень гонорар что ли ты даже есть пускал 100 миллионов это его условия ты вот опять же видите ребят ну почему как я могу встать на сторону этого хейтера просто как объясните мне я не могу понять вот после таких фраз после таких слов да я лучше в колодец проведу ну и проведи и сиди свой колодец проводи сиди там бабушкам давай у церкви там батюшкам иди иди занимайся вот этими вещами благотворительностью и не лезь к другим людям тогда если ты хочешь тебе поставили условия ты можешь сказать о не я такое не потяну извините все и как бы то просто надо было думать когда ты вызывал на battle надо было подумать головой что ты вызываешь человека вот на battle более-менее медийного известного неважно чем вот и просто даже если это ноунейм человек ноунейм просто любой тебе может сказать да мне это просто не нужно мне не охота я не хочу еще какие-то причины почему чё все должны свое время просто так тратить что ли я этого просто не понимаю он сидит занимается своим делом учит тому чему знает там это его вообще дела вот он никому в комментарии не лезет на какие-то стримы не заходит еще что то может заходит не знаю вот он не писал александр блинов не писал комментарии вполне адекватные вот то есть а как вот ну я этого не понимаю ладно давайте дальше смотреть ты кто чтобы хотя бы просить гонорар какой-то ладно я понимаю там бы приехал там виктор смольский гитарист на которого там равняются там тысячи десятки тысяч чуваков и который там вдохновлял какой тупизм ваще он еще не может попросить гонорары потому что мы действительно его время стоит и да а александр блинов время ничего не стоит вот это знаете мне это кстати вообще в россии у нас народ он так как вот мы еще не так сильно развита как западный мир у нас в принципе время человека ничего не стоит то есть когда ты приходишь какие-то в быты и там бумажку получить это подождите там 30 минут типа типа твои 30 минут для нас вообще ничего не стоит постоянно вам там типа а иди обжалуй а иди вот туда напиши бумажку а иди вот туда тебя постоянно так гоняют советского союза и твое время действительно у нас народ как бы реально не привык к тому что время любого человека ноу-нейм он не ноу-нейм известный неизвестный оно стоит это главный ресурс это самое вообще ценное что у тебя есть это время если ты это время просто его не ценит никто то но это ваши проблемы это твои проблемы что ты считаешь что время блинов ничего не стоит понимаешь вот есть твое время ничего не стоит потому что ты никто вот действительно и ты захотел побатлиться с блинов то пожалуйста трать свое время свои деньги выплате ему гонорар это твое право но он тебе сказал нормальные, вообще суперадекватные условия. Просто дичь. Ну, не ты, Саня. Ну, к примеру, да, там, все смотрели там... Да с чего ты взял, ты чё, какой оценил? Не ты, не ты. У него есть аудитория, у него есть подписчики, у него есть известность, по крайней мере. Ливы Виктора Смольского учились... Определенно известны. Сейчас будут в комментариях тоже писали. Да какой он, да он никто, да он никто. Блин, что значит никто, если его все сейчас обсуждают? Если вот много людей его обсуждают, значит он уже кто-то. Чё тут сложного понятия, я не понимаю. Придумать музыку, как он, или там рифы, как он. Вообще, учились поведению на сцене Лив Ин Берлин, Лив Ин что-нибудь, ещё где-нибудь. А Лив Ин что? Вот у тебя можно посмотреть. Лив Ин Коридор или Лив Ин Кресло? Что вообще? Тогда ответь мне, зачем тебе баттлиться с человеком, у которого нечего посмотреть? Это то же самое, что я какого-то сейчас бомжа подойду и скажу, слушай, давай забаттлим, чё ты там, иди учись на гитаре, игра, чё у тебя есть, у тебя ничего нету, ты никто, чё, ты чё офигел? То есть, чё за бред-то? Ты его и вызвал на баттл, потому что он имеет вес больше, чем ты. Вот и всё. И сейчас ты говоришь, что у тебя ничего нету, ты никто, ты не нету. Если он никто, и у него ничего нету, чё ты его вызываешь на баттл-то? Зачем? За что 50 тысяч, Саня? Ну, ты угораешь, что ли? Давай в себя. За время. Что-то прям даже не смешно. За желание. На самом деле, было бы гораздо прикольнее, если бы ты там сказал, что, ну, не полтинник, тебе гонорар, а там просто оплачиваешь мне билеты, если ты реально живёшь там в штабе. Вот это стандартный человек, который просто вот как бы судит по себе. Это в твоём мире прикольно, чтобы тебе оплатили билеты. В его мире это не прикольно. Вот и всё. Вот оплачивай мне билеты, хочешь со мной побаттлиться и пропиариться там. Блин, реально, вот 50 тысяч, я, кстати, не знаю, если он там живёт в Америке. Не, он не в Америке живёт, это же прикол был, точно. Вот, то есть, ну, всё равно билеты придётся оплатить, если ты в Владивостоке, там, а, ну, или баттл где будет, если, допустим, в Москве. Непонятно, куда ты даже приглашаешь. Сейчас мы послушаем, может, и скажешь, куда ты приглашаешь. Ладно, давайте просто послушаем. Хайпануть. Оплачивай билеты, я прилечу, и всё, я отстаю там свою часть. Ну, это хотя бы было бы там забавно. Во-первых, непонятно, когда эти границы замечательные наши откроют с коронавирусом. Во-вторых, стоимость билетов, я бы, конечно, тоже, наверное, был охуевлён. Ну, это хотя бы... А что ты хотел? Чтоб тебе бесплатно человек... Даже если, по твоим словам, ноунейм или ещё что-то, чтоб бесплатно приехал. Ну, слушай, дружище, я тебя вызываю на баттл. Приехай ко мне грядки, только сначала вскопай там на даче. Не знаю, ремонт мне в квартире сделай, там, ещё что-то почини, гитару мне там купи, и тогда посмотрим. Ну, что это за бред? Что за бред? Почему к тебе должны бесплатно кто-то ехать вообще что-то делать? Почему он должен просто бесплатно, даже если ты ему билеты оплачешь, почему он должен бесплатно идти их покупать? Что-то заморачиваться, садиться идти в этот аэропорт, целый день тратить, на такси тратить. Почему? Хотя бы было бы прикольно просто сказать, плати полдоз. Ну, это вообще, конечно, Саня, ну, школьная балалайка. Вот школьная балалайка, это у тебя сейчас. Вот реально, он в начале видео сказал, что он старенький. Блин, ну, не знаю, можно головой, конечно, быть стареньким, но по мудрости что-то вообще незаметно. И вот, и определись, он у тебя был, будет там, или что, просто, ну, реально непонятно. И я не вижу вообще причин, чтобы один батл там мешал другому, к примеру. Какая разница? Ну, или ты боишься, что у тебя после одного батла, в смысле, на другой батл с твоим участием уже просто не придёт народ? Вот я в предыдущем видео объяснил, какая разница в батлах. В комментариях всё равно нашлись, кто не поняли, а чё, кто запрещает. Это вот люди, которые ничем не занимаются, вот такие вот комментарии пишут, и вот это. Вот есть этика. То есть вот тебя пригласила какая-то организация куда-то вот на батл, и ты сразу же раз на второй соглашаешься. И у тебя в афише висит два батла. Внимание подписчиков, зрителей и так далее рассеивается. И все это понимают. И это не понравится этим организаторам просто. Они тебе не могут этого запретить. Но они в следующий раз, просто к тебе будет такое отношение. В следующий раз, может, тебя не позовут. Ещё что-то. Это просто как бы нормальное, рабочее, бизнес-отношение. Вот и всё. Ну, вам этого, я так понял, не понять. И вот тебе конкретно, если ты уж про гонорар тебе непонятно, про личное время тебе непонятно, то это, ну, это вообще, наверное, недоступно просто. Ну, такое возможно. Ну, это как бы претензии-то не ко мне. Насчёт тёлочек, ну, чик, там, с сисями, с попами, ну, тоже как-то забавно на самом деле. Потому что, у тебя что, единственный способ увидеть таких тёлочек, это только если тебе их закажут и выпишут. Вот смотрите, вот знаете в чём? Вот почему я, опять же, не могу встать на сторону этого человека? То есть, вот я про тёлочек сказал так, что это просто нереальное какое-то требование, оно какое-то детское, оно какое-то странное, оно невыполнимое. Вот. И Александр Блинов в комментариях у меня под видео написал, что, типа, ну да, ну, 10 там, типа, будет достаточно. Вот, уже есть какая-то конкретика. То есть, тебе, ты уже, ты наверняка об этом знаешь, Михаил Попов. Если не знаешь, ребята, напишите ему в комментариях или куда там, вот, чтобы он знал, что вот 10 достаточно. То есть, это уже какая-то реальная история. То есть, допустим, если пригласить девчонок по 500 рублей, это можно спокойно разместить на Юду вакансию 500 рублей и посетить рок-концерт, грубо говоря. Просто постоять, там, поколбаситься и так далее. Вот 10 девчонок это 5 тысяч рублей. Это вообще смешная сумма для организаторов и плюс для них это плюс даже будет. Будет впереди на первом плане 10 девчонок прикольных. Блин, это реально все сделать. Вот. Ты же сейчас начинаешь лично переходить на личность. А что это? У тебя единственный способ это? А что? Ты не можешь по-другому с девчонками? Это вот называется переход на личности. на оскорбление личности. Какая тебе разница? То есть человек тебе говорит условие. Да, оно было странное. Вот. Сейчас его чуть-чуть подкорректировали вопросом. Все, теперь стало понятно, что он хочет. Да. А кто-то в райдерах пишет, по-моему, группа Лимбискет, что им положить в гримерку ММ Дэмс только без коричневых этих конфеток. Только разноцветные все, чтобы коричневые не попадались коричневого цвета. И кто-то тоже сидит, организаторы тупорылые, такие, ой, что это они такие? Это их требования. Хотят? Не хотите, не приглашайте эту группу. Все, сидите, но вы хотите эту группу, значит, пожалуйста, выполните этот. Да, странный райдер, странный, но наша жизнь вообще, к сожалению, вообще странная, поэтому много странных вещей происходит. И если человек, может быть, он так потроллить решил с девчонками, окей, но надо понять рабочую историю, уже все стало понятно, десять девчонок достаточно. Он сказал, все, если после этого ему все условия дадут и Александр Блинов сольется каким-то образом, это уже мы потом дальше будем обсуждать. Вот, но пока все как бы понятно. А от тебя сейчас идут просто личные, переход на личность и оскорбление. Поэтому, ребята, я не могу на эту сторону встать в данный момент. Это не значит, что я прям фанат Блинова или фанат фред-гитариста или еще кого-то. Просто, ну, блин, вы поймите, должно все быть как-то адекватно. Ну, тогда, конечно, печаль касается. Пацан-то ты вроде уже не маленький, можешь и сам их найти, зачем тебе их заказывать, чтобы ты потом с ними там что-нибудь самым кончиком сделал. Прошу пардон, фантазия понесла. Да. Вот, поэтому, не, ну, какие телочки. Я вообще собрался играть для музыкантов, для гитаристов. Да вообще без разницы, гитаристы, они там, или кто просто для музыкантов, чтобы народ посмотрел, послушал музло, а не чтобы в этот момент просто... Вот, реально, вот, вселенная этого человека такая. Я собрался поиграть для музыкантов, ну, иди и играй. Для своих музыкантов. Причем тут Александр Блинов тогда? Ты хочешь, ты его вызвал на байп. Тут, на самом деле, вот, ребят, я все тут вот так вот говорю, все же понятно. Он просто хайпится на Блинове. Мне в комментариях написали, что, блин, что на нем хайпится, он никто? Нет. Он кто? Вот, и он на него, на нем хайпится. Это же очевидно. Просто. И вот он вот эти тупые слова сейчас говорит, вот, только по этой причине. По причине хайпа. Вот. Но его не устраивает все, что, ой, а оказывается, нужно и гонорар заплатить, еще какие-то условия выполнить. Что за фигня? Вот я хочу просто прийти поиграть, а я хочу, например, просто прийти с Металликой поиграть, например. Хотя, ну, не хочу, конечно, но, может быть, так, надо про Металлику обязательно сказать. Вместо Кирхэль. Ладно, шучу, шучу. Вот. Ну, короче, а я хочу с Владимиром Путиным поездить по стране на вертолете полетать, посмотреть, как у нас дела. И что, значит, все, все побежали или слились? Что за бред-то? Ну, хоти. Жопой трясли или сиськами какие-то девчонки. Поэтому, ну, тоже не вариант, извини. А насчет самого баттла, да я вообще хз, где он будет происходить. Я вообще не знаю, кто будет его организатор. Вот, вот, ты ничего не знаешь на хз, ты просто классический хейтер, вот и все. Который не подумал ничего, просто решил хайпануть. Простая схема. Я говорю, подумал, что такой умный, нашел простую схему, как я сейчас, я на нем хайпану. Но я знаю, что есть несколько проектов, может, мало ли, кто-то из них заинтересуется. Но пока что, самый главный, вот этот гитарный баттл, ему вообще не брякали. Ни ты, ни я. У них уже давно все расписано на несколько баттлов вперед, кто там что и с кем. Но будем робко надеяться, что массовые вот эти волнения и интерес подогреют интерес и у владельцев, и у организаторов. Вот это, ребята, полный слив сейчас происходит. Вот слился не Блинов, а свился Михаил Попов. Конкретно. Это просто дичь. Ну вот все, как я говорю, что нет площадки, нет, ну это что, это разговор, это просто детский сад. Я ничего не знаю, ничего не умею, ни ты. А с чего он должен вообще кому-то брякать что-то? Просто, это жесть, ребята, просто жесть. И вы вот еще в комментариях будете сейчас защищать Михаила Попова. Я просто офигеваю. Что пока как-то так. Главное ввязаться в войну, а там уже воюем, как можем. Ну вот, главное ввязаться в войну. Вот он ввязался, да, его сейчас все пообсуждают. Вот просто хайп, просто ради хайпа. Вот, ребята, что это, непонятно. А Блинов, он ничего, никуда не лез, никого. То есть, вот я говорю, вот он просто отбивается. Как и Фред, гитарист, то же самое. Снимает видео, его все хейтят, ему приходится отбиваться. Хейтят, отбиваются. Тут то же самое. Хейтят, отбиваются. И я, ни на чьей стороне. Просто, ну блин, это же очевидные факты. Ну, просто капец. Насчет хайпа за твой счет, ну да, не без этого, я даже отрицать вообще не буду. Но это не основное. Но зато радуйся, что хотя бы на твою фамилию как-то вообще реагируют и ты как-то там отсвечиваешь в Ютьюбе. Это просто камин-аут вообще конкретный. Поэтому, короче, порадовался бы лучше. Но ты, наверное, забыл просто основное, что дело тут не в хайпе даже. А в чем? А в том, что вы на самом деле уже в своем братстве Кончика уже притомили своей душевной простотой. Вы когда тележите про там рифы и там конь. Вот утомил душевной простотой меня сейчас ты просто своими нелепейшими доводами. Я вот просто не знаю народ. Вот если бы это был сейчас не инфопод вот такой мощный как бы, вот я бы вообще, я вот не смог бы это просто смотреть, вот это слушать. Это просто бред ребенка, который в жизни не видел как будто. Вот просто дичь какая-то. Кончики эти, теребить струнку вот сюда или туда в гитару или без. Ради бога. Показывайте примеры. Они там звучат, не звучат, это уже не важно. Это третье. Но когда вы начинаете освещать из-за того, что вам нечего издать, а нужен какой-то новый видос, и вы пилите про что попало. Про технику, в которой ноль вообще. И рассказываешь людям, втюхиваешь, как должно быть. Люди, которые еще менее тебя шарят в гитаре, начинают в это верить, так как им с телевизора сказали, как это правильно. Начинают тратить время и тому подобное. Я что киплю? Потому что я сталкивался в своей жизни сам, будучи не самым там компетентным и опытным чуваком, мне такую балалайку тележили, я на нее тратил время и зря убивал это время. И вот когда я уже вот это вижу, когда некомпетент... Вот. Это знаете, что начинается? Это борец за правду. Мы за все хорошее против всей хуйни. Вот типа, я такой ради людей, которых обманывают, я сейчас за их сторону, чтобы вы не пудрили мозги. Нет, дружок, ты не ради людей, ты ради себя. Сидишь тут и просто хайпишься. Это главный мотив. Но людей тебе насрать, кого там что обманывают. И уж... Ты, кстати, я посмотрел, он сам какие-то там уроки снимает. Вот. Ты что, хочешь сказать, что у тебя все правильно и честно? Я не уверен. Вот. Потому что я посмотрел твой какой-то там разбор, ты разбирал Металлику в Fate to Black, ты просто капец как криво сыграл. Просто жесть какая-то. Это вообще идея. Ребята, посмотрите, там, по-моему, в ответах на вопросы, как раз у него эти сегодня два видоса я глянул, или еще что-то. Типа, просто жесть там полная. Так что, борцы за правду, это самое вот, самое дичь. Это в политике такие же, которые за народ и в итоге там больше всех воруют и больше всех там коррумпируют и врут. И вот это то же самое. Тентный чувак начинает просто тележить то, в чем вообще не шарит. Он уже начинает просто, ну, чуть-чуть подгорать. Конечно. Короче, все ошибаются, я так скажу. Все преподаватели, все люди, все это. Но, конкретно мне вот, и, блиновый, я посмотрел Downstroke, я начал развивать, и у меня лучше стал Downstroke. И Фредо я смотрел, у меня стало лучше звукоизвлечения, перестало не строить шестая струна. То есть, мне это конкретно дало. То, что может быть, где-то они что-то перегибают или что-то говорят, в чем не разбираются. Ну и что? Ну, ты, как бы в жизни ничего идеального не бывает. Но, у них очень много информации, которая реально тебе помогает. Вот. Плюс, это как развлекательный контент, опять же. То есть, смотри, развлекательный контент. Вот. Ну, как школа, тоже это работает. Вот. А идеальной школы нигде нет. Так что, не надо тут нам рассказывать. Я тебе буй к носу подвел. Сказал, родной, а ты предъявил вот эту технику, за которую ты вообще здесь сейчас рассказываешь. Покажи ее в действии. Ты там, не, ну, я как бы сам не надо. Если захочу. А вот где ты, кстати, предъявил, если ты говоришь, что ты стримы не смотришь. То есть, это не на стриме было. Что-то я ни хрена вот это понять не могу. Я просто, ребята, не могу смотреть все стримы эти четырехчасовые и выискивать там, как бы, где кто что сказал. Еще и комментарии к ним читать все. Вот. Напишите в комментариях. Вот. Я что-то не, не, не врублюсь никак. Он, он сказал, что он стримы Блиновой не смотрел и в комментариях ничего не писал. А где он ему предъявил за этот стиль, ну, за эту технику игры где конкретно? Я что-то не понял. И как он вообще узнал, что Александр Блинов там что-то, какую-то технику показывает, которая неправильна? Я что, я, конечно, смогу? Ничего не понял. Не сможешь. Я тебе реально скажу, не сможешь, потому что, как я уже сказал, ну, я в видео и в стриме я тоже об этом сообщу, что есть пять, как минимум, пунктов, которые нужно выполнить, чтобы эта техника заработала. Выжите-лежите про один только лишь. Ну, ладно. И, короче, тебе будет к носу подвели. Ты сказал, что? Что я, как бы, да, сам не умею, но зато вон чувак, ссылка на видео чувака, который, кстати, тоже не умеет, но, как бы, всем расскажет, как правильно, как работают те, которые умеют. Вот поэтому вы уже притомили, и поэтому вообще состоялся этот конфликт. Напоминаю. Поэтому не надо людям втюхивать говно, когда вы некомпетентны в каком-то вопросе, просто скажите, нет, я не шарю, это не мое. Вот мой кончик, я не перебью, и все. Ну, вот как-то так. Не, ну, друзья, я разочарован, батл не будет, это уже, ну, не знаю, один процент, как всегда, оставлю, но 99 процентов, что батла не будет. Михаил Попов слился, и надеюсь, скоро его канал все забудут, и все. Потому что, ну, это детский сад. То, все, про что я сказал, он сейчас сам просто на камеру все подтвердил. Блин, я даже не знаю, хочется еще о чем-то с вами поговорить, потому что меня эмоции переполняют. Вот такое вот просто, получаешь удовольствие, когда ты реально вот все понял, и как бы человек это просто слился и все подтвердил. Это просто дичь. Теперь, ребята, я жду лично видео от Пеннивайса, что он на это скажет. Мне просто вот интересно. Вот. Что он скажет на вот это видео? Сейчас посмотрим, кто на чьей стране. Вот. И кто объективен и адекватен. Вот. Давайте. Ну, а вам спасибо за просмотр. Смотрите мои видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Все мы люди, все мы человеки, все мы ошибаемся. И, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Я там реально выкладываю со своих выступлений видео, со своих концертов, просто из жизни, просто всякую. Ну, в общем, кому интересно, чем я еще занимаюсь, все подписывайтесь в инстаграм. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok